Итак, у нас есть определённое строение, то есть определённые психические функции, через которые мы никак не можем перепрыгнуть. И если мы это не учитываем в отношениях, тогда отношения рушатся. Но для того, чтобы строить отношения, нужно ещё кое-что знать про человека. Вот всё, что мы сейчас с вами описывали, это психические каналы, центр, вот это сердце, вот здесь ощущение счастья или страдания. Вот когда человеку плохо, жизнь плохая, тяжёлая, где чувствуется, что тяжело жить? Вот здесь. Проанализируйте. Прямо вот здесь чувствуется. Вот здесь что-то гнетёт, давит, вот здесь. Это и есть судьба. Нити тоже связи. Человек чувствует, ура, как мне тяжело с тобой отношения строить. Означает, связь страдает. Нет чистоты в этой нити, в этой связи. Каждый человек это каждый день чувствует, но мы не задумывались, что это и есть наше строение, что так всё работает. Но я не придумал всё это. Это описано в священных писаниях древних. Я просто вам передаю это, то, что узнал. Я не только узнал, я ещё вижу эти связи. Я могу сказать кому, насколько очищена связь с мужем, допустим, насколько она грязная, чистая. Если она чистая, всё можно объяснить, всё можно понять, можно договориться. Если грязная, значит, ничего не объяснишь, не договоришься, не поймёшь. Хоть ты говори, хоть не говори. Хоть ты ходи к психологу, хоть не ходи. От этого ничего не меняется. Надо очищать отношения. А отношения очищаются с помощью служения близкому человеку. Не с помощью разговоров, а с помощью служения. Допустим, женщина заботится о мужчине, очищает отношения. А мужчина ответственно ведет себя с женщиной, защищает ее жизнь, дает ей надежду в сердце, дает защиту. Тогда у нее сердце отпускает, она чувствует, хорошо, можно жить с этим человеком, отлично. Мужчина тогда, когда чувствует заботу, то женщина заботит зону. Ну классно, можно жить с ней, можно жить, хорошо, отлично. Отношения очищаются, можно тогда договариваться. Предательство разрушает отношения. Предательство означает измена, поэтому нужно избегать этих вещей. Олег Геннадьевич, вы не современный человек, вы приехали в современную страну, говорит несовременные вещи. Какая разница, современная это и несовременная? Если, допустим, модно отрезать пальцы, допустим, что это будет не больно? То есть есть конкретные у нас функции, если мы их нарушаем, то будет больно. Какая разница, модно это или нет? Ну то есть мы должны знать, как работает человеческая система, организм. И это знание я не придумал. Вот когда мы с вами будем общаться, я вам буду говорить о том, что вы сделали и что из этого получилось. Поэтому, может быть, и не стоит со мной общаться. Вы подумайте. Мы же будем конкретно говорить. Итак, мы с вами разобрали психический каркас человека, который на санскрите называется манос или по-русски ум. Ум. Я не знаю, есть ли у вас такое слово? Ум. Как оно звучит? Ум так и звучит. Вот. Это психический остров. Но мы думаем, ум – это то, чем мы думаем. Там находятся наши мысли, допустим. Но не только мысли. Там находится судьба, наше настроение. Мысли тоже находятся. Находится характер человека. Как черты характера находятся в уме. Связи вот эти психические. Эта энергия ума контролирует весь организм, даёт ему здоровье. Но у человека, кроме этого каркаса психического, есть ещё две составляющие психического тела. То есть, есть три тела всего. Физическое, психическое и духовное. А у психического тела есть три составляющие. И мы разобрали только одну. Вторая составляющая называется разум. Как на вашем языке? Разум. Разум, то же самое. Вторая составляющая, разум, означает такая сила, такая сила, которая даёт возможность человеку быть счастливым, даже когда судьба, вот то, что в сердце, судьба, что такое? Это такая сила, которая связана с временем, с планетами. То есть, приходит время, и у человека там нет счастья. То есть, поступления счастья от судьбы нет. Поступления счастья от судьбы нет, но зато есть счастье от чего? От разума. Что значит счастье от разума? Это означает, что у человека есть цель в жизни. У него есть решимость достигать этой цели. Он чувствует счастье от того, что он приближается к своей цели. И тогда, даже если у него плохой период, он всё равно чувствует себя хорошо. Почему? Потому что он живёт не зря. Ну то есть, функции разума какие? Способность знать, где счастье. Знать. Если человек знает, где у него счастье, то ему легче жить. Вот что такое стресс? Стресс. Стресс – это означает, что человек не спит и думает, что же делать, как же быть, где же счастье, почему я так страдаю. То есть, стресс означает, что у разума нет возможности получить счастье. Цель жизни, которую человек имел, была неправильной или она была оборвана. И в результате человек метается, он не чувствует смысла жизни. У него нет счастья, потому что разум – это такая структура, которая должна вести человека куда-то в жизни. Есть цель жизни. Итак, функции разума. Цель и устремлённость. Что это такое? Это когда человек идёт к своей цели. Решимость. Что это такое? Это когда человек сильно идёт, настойчиво идёт к своей цели. Дальше. Терпение. Это что такое? Это значит, что человек способен не отклоняться от своей цели. Дальше. Желание знать правду. Означает разобраться в целях, посмотреть, что ложь, что правда, как жить. Это функции разума всё. Способность заставлять себя. Вот ум себя не заставляет. Ему что-то хочется, и он это делает. Разум заставляет ум. Разум контролирует ум. Поэтому есть умные люди. Умные люди – это какие? У них много образования. То есть они знают технологию процесса, у них мощные дипломы и всё прочее. То есть они много чего знают. Но у них могут быть вредные привычки, неспособность сохранить семью, неспособность правильный образ жизни вести. А все эти способности сохранить семью, вести правильный образ жизни – это функции разума. Ну то есть есть умные люди, а есть разумные люди. Разумные люди означают люди, сконтролирующие себя, способные жить правильно, быть счастливыми в жизни. Не просто что-то уметь, а быть счастливыми. То есть разум наполняет счастьем жизнь человека. Устойчивость внутренняя, способность достигать цели – всё это функции разума. Эти функции тренируются. То есть человек может усиливать свой разум. Не то, что он нет, так нет. Ну то есть можно менять всё это.